Ученые Казанского федерального университета разработали новый прекурсор катализатора на основе талатов, железа и никеля. В течение последних двух лет Институт геологии и нефтегазовых технологий ведет работу над катализаторами нефтегазовых продуктов. Исследователям уже удалось получить несколько эффективных реагентов. Разработанному недавно катализатору предстоит проявить себя в ходе внутрипластового облагораживания тяжелой нефти. Мы создаем катализаторы, которые закачиваем сначала в пласт, а потом туда 200 градусов пар даем. Эти вещества, которые еще не были катализаторами, они прекурсор называются, они становятся катализаторами, когда до них доходит 200 градусов, вот этот пар превращается. И они эту молекулу помогают рубить. Ученые уже проводили испытания на месторождениях в Самарской области, Татарстане и Кубе. Ранее в ходе опытно-промышленных работ на Стрелковском месторождении было установлено, что применение разработанных катализаторов позволило снизить вязкость нефти более чем в 4 раза, а средний дебет нефти по скважине вырос в 7 раз. Мы закачали один раз, и нефть пошла. Просто поперла нефть. Почему? Сначала мы даже сами не поняли, почему это происходит. Пар закачали, нефть разжижилась, вот эта вот жидкая нефть поползла в разные места, она сама начала растворять эту вот тяжелую твердую нефть, эта нефть пошла в породу. В ходе научно-исследовательских работ выяснилось, что замена дорогостоящего никеля на более дешевое железо при сохранении высокой эффективности в составе катализатора снизит себестоимость изготовления. По результатам изучения воздействия катализатора на основе никеля и железа было выявлено, что и наибольшее вытеснение нефти было получено в эксперименте с использованием пара, катализатора и растворителя. При комплексном воздействии показатель вырос на 45%. Экономический эффект очевиден, то есть при добыче нефти этим способом можно увеличить на 10-20% добычу нефти в зависимости от условий залежи, от свойств нефти. При этом нефть обогащается, ее не нужно дополнительно подготавливать для закачки в трубопроводную систему. Вот и соответственно этим можно добиться еще до 30% экономии. Проект про разработки линейки различных катализаторов, реализуемый учеными Казанского федерального университета и специалистами за рубеж нефти, поддержан грантом Российского научного фонда в размере 128 миллионов рублей на период 2021-2024 годов. Лилиана Урманова, Карина Саяхова, Фарид Захитаглы, Универньюз.